Всем доброго утра! У нас уже не утро, а 11 часов. Я уже тут упаковала коробочки пряничков с варежками. Вот эти прянички красивущие. Вот такой вот милый романтичный наборчик со снежиночкой. Будем на обед кушать макароны по-флотски. Здесь фарш из индейки и из баранины. Смесь. Фаршик мой обжаривается. Я его уже на большой огонь поставила. Потому что он весь готов, но хочу, чтобы он прям подзолотился побыстрее. Здесь лук, чеснок и соль, перец. И без капли масла, потому что баранина достаточно жирная была. Поэтому мы в нее индейку и добавили. Чтобы немножечко уравновесить. А индейка была бы очень суха. Поэтому вот так вот. И главное размять вот эти все крупные кусочки. А здесь вода уже закипает. Сейчас буду варить вот такую барилу. Несмотря на то, что это все-таки вермишелька для супа, я хочу из нее сделать именно макароны по-флотски. Чего? Я же кормить не буду, берем дарилу. О, да? Ну все, давай собираемся и едем в школу. Так, я Гришку отвезла, заехала на почту, потому что мне позвонили, сказали, что пришел пакетик. И мне кажется, что там пижамка. И папе еще взяла две лотерейки. Он тоже попросил. В общем, что это русское лото. Будем. Ой, не открывается. Аж смешно, если честно. А вы знаете, что это пришло? Это юбка пришла. Вот такая вот черная, а-ля под кожу. В общем, домой сейчас приеду, откроем, померяем. Я уже дома заезжала до родителей, отвезла папе лотерейные билеты и померила у них юбку, не вытерпела. Она обалденная. Сейчас еще раз померю. Она мне подошла по размеру. Вот в Китае я все заказываю из XL. Ну, не знаю, читаю, конечно, по отзывам. То есть, когда девушки пишут, например, там, ношу размер, там, 46-й, заказала, там, какой-то там L, XL, и мне все подошло. И я вот тогда, вот, в общем, выбираю размер обычно по отзывам. Юбка вообще супер. Она классная, хорошего качества. Нигде ничего не торчит, ничего не разлазится. Молния отлично работает. Вот так что сейчас покушаю и покажу вам. На обед у меня мои макароны бафлонские. Они, конечно, такие каша-бяша, но, блин, они такие вкусные. Барила вкусная в любом проявлении. Вот, еще горяченькие. И соленые огурчики. Так, ну что, вот такая вот юбка. Она полностью налезла. В ней два кармана сбоку. Посредине сшитый клин. В общем, мне она очень нравится. Длина, мне кажется, приличная. Вот, так что надо придумать, с чем ее носить. В общем, мне нравится. Ну что, вот такая вот молния сзади металлическая. Все работает хорошо. Все застегивается до конца, не расстегивается. Я прямо у родителей в ней походила. Здесь сзади две выточки. И шов сзади. Без разреза, без ничего. Вот, вперед. Два кармана. Достаточно глубоких. Не выпирающих. Мне кажется, очень они хороши. Не знаю, правда, в них явно ничего не положишь. И спереди, вот видите, такой вот клин. Так что вот такая вот юбка мне понравилась. Сейчас посмотрю, за сколько я ее заказывала рублей. Так, в общем, посмотрела сейчас в Алиэкспрессе. 12,49 стоит. То есть 12 долларов это на 60, да? Ну, даже 13 долларов на 60. Мне кажется, это очень даже неплохо за такую юбку, за такое качество. Вот, поэтому я очень счастлива. Я, кстати, очень давно хотела вот такую клинам юбку, но нигде не могла найти. Вот, вот прям вот такую вот. А мне тут еще одна порция пряничного теста. Оно уже, видите, какой шапочкой взялось. Сейчас оно постоит немножечко. Я пока поеду с детей заберу. Буду добавлять муки. Так что разрыхлитель тут работает. Я уже говорила, что это за счет качественного меда. Если мед некачественный, то эта вся история не проходит. Нету этой кислоты, которая в меде содержится, и она не гаснет. Не гасит разрыхлитель. А мне тут еще одна порция пряничного теста. Оно уже, видите, какой шапочкой взялось. Сейчас оно постоит немножечко. Я пока поеду с детей заберу. Буду добавлять муки. Так что разрыхлитель тут работает. Я уже говорила, что это за счет качественного меда. Если мед некачественный, то эта вся история не проходит. Нету этой кислоты, которая в меде содержится, и она не гаснет. Не гасит разрыхлитель. Я отличник за первое полугодие. Ага, так сегодня была линейка? Да, и раздавали. Громота, а кто у вас еще отличник? Привет! Я отличник за первое полугодие. Ага, так сегодня была линейка? Да, и раздавали. Громота, а кто у вас еще отличник? Привет! Привет! Так где была линейка? В актовом зале? Ну не в нашем. там где столовая нет а в классе в коридоре так роди тоже давали ясно давай туда поехали за мальчиками так где была линейка в актовом зале ну не в нашем где столовая нет а в коридоре так роди тоже давай поехали за мальчиками всех забрали садика завтра не пойдем садик завтра у нас елка так поехали афанасий поехали это чей был шарик антош учу ой афон ты чего тоже хочешь чтоб взорвался а вон и роди идет за ульяной всех забрали садика завтра не пойдем садик завтра у нас елка так поехали афанасий поехали это чей был шарик антош учу ой афон ты чего тоже хочешь чтоб взорвался а вон и роди идет за ульяной теперь нас торт для каратистов ну подожди возьми это ложечку сюда на маша потом вот этим разровняем теперь нас торт для каратистов ну подожди возьми это ложечку сюда на маша потом вот этим разровняем так вот такой вот торт получился еще пол тортика так вот такой вот торт получился еще пол тортика а что вы тут смотрите который был прошлый а что там за маленький мальчик сидит а какая была мама прическа до красивая была люба прекрасно сделали мотор это еще в памперсе ходил да так это какой-то прошлое или это позапрошлое это наверно позапрошлое а прошлое что или это прошлый а что вы тут смотрите который был прошлый а что там за маленький мальчик сидит какая была мама прическа до красивая была люба прекрасно сделали мотор это еще в памперсе ходил да дед мороз так это какой-то прошлый или это позапрошлое это наверно позапрошлое а прошлый что или это прошлый а вы чё тут рюкзаками стали школу ходили афония не может дома в одежде надо все снять вот это что такое они не в ту сторону написаны сына ну и что а мне надо так да все на три пятерки афония не может дома в одежде надо все снять афония не может дома в одежде надо все снять вот это что такое они не в ту сторону написаны сына ну и что а мне надо так да все на три пятерки так у меня тут пренечки высыхают снеговик такие вот пренечные открытки футбольный мячик упакованные подарочки еще вот такие вот снежиночки это музыкальный музыкальную школу в общем как вы поняли сегодня опять час ночи опять села же спать толком ничего не снимала потому что у меня одни мысли о пряниках еще завтра последняя бессонная я думаю что она не бессонная потому что там всего лишь один наборчик вот достаточно их там количество приличное пряников но не нужно кисточкой их вырисовывать так что надеюсь что завтра сделаю их побыстрее не до часа ночи вот так что опять пряничное настроение вот сейчас иду отдыхать завтра уже буду убирать завтра к десяти на елку завтра в шесть вечера еще у Антоши выступление в доме культуры у Гриши на каратэм новогодняя там какая-то какая-то папа нашего Деда Мороза в общем какая-то новогодняя вечеринка вот так что увидимся с вами завтра завтра нужно обязательно встать пораньше потому что нужно успеть собраться хотя бы себя еще привести в порядок в десяти мы едем на колхозную елку в садик уже не пойдем в школу тоже Гриша отличник в общем все пятерки он доволен грамоту ему дали вот так что не зря он трудился он особенно переживал за английский очень переживал так что не зря мы его учили и наизусть даже задавали же нам уже в этой четверти поэтому все отлично я рада что Гриша хотя бы понимает то что он учит то есть мы сначала ну не то чтобы сначала учим на русском то есть мы прочитали перевели все это чтобы хотя бы если забыть что-то по-английски то по-русски все это вспомнить вот всем до завтра пока